РАМАДАН НА КАНАЛЕ АЛИ АТИСАМ 1445 ГОДА ПО ХИДЖРИ БИСМИЛЛАХ, АЛХАМДУЛИЛЛАХ, ВАССАЛАТУ ВАССАЛАМУ АЛЯ РАСУЛЛИЛЛАХ АЛХАМДУЛИЛЛАХ, ПРИБЛИЖАЕТСЯ РАДОСТЬ МУСУЛЬМАН, ЭТО ОТПУСКАТ УРАЗУХ, КАК СКАЛАЛ ПРОРОК САЛЛАЛЛАХУ АЛЛЕЙ ВАССАЛАМ, для мусульманин есть два радости. Первая радость сейчас, которая через несколько минут азам будет и начнем кушать. Это первая радость. Вторая радость тоже, иншаллах, получим. Это встреча с Аллахом, Субханаху, Вата'аля. Из-за этого мы должны ответственно относиться к этому месяцу. Месяц Рамадан, месяц ответственности. Ответственность мы относимся, не кушаем, не пьем, оставляем свою жену, оставляем много страстей, которые были дозволены до Рамадан месяца. И также в этом месяце сравнивается богатые и бедные. И бедные голодают, и богатые голодают. Один из мудростей этого поста, чтобы богатые тоже почувствовали, как же бывает, когда голод у человека есть. В этот момент сейчас мы все, я не могу сказать, какой-то бедный людям. У нас есть очень мало, но сравните сейчас вот это положение. Голод, который вы почувствуете целый день, если это будет постоянно. Не только вечером отпускает, а потом заново голодает. Нет, если оно будет постоянно. В таком положении находятся в данный момент наши братья, и наши сестры, и наши младшие братья, дети, молоденцы, нет у них даже. Откуда грудное молоко будет, если кушать нет? Другое молоко, которое можно купить, тоже нет. И все, что есть, тоже дорого очень. Я примерно вчера тоже сказал. Килограмм картошки 15 долларов. Одного барана спросил, я за сколько могу я купить там? Сказали, от 600 до 800-900 долларов. Один баран. Из-за этого не забывайте их. Есть, алхамду ля, возможность вашей. Пожертвовать именно им. Кто постарается, может донести до них. Да, есть у нас криптовалюты, можем перечислить, есть кошелек. Кто хочет это перечислить, может сделать. Конечно, чуть-чуть. Не как через, если сами не знаете, перечислить через Бирбанк не так легко. Но есть возможности. Есть в валютках. Отправлять. Купить от них можно. Эту криптовалюту и отправить. Без никаких проблем. А потом, это ваши доходы, этих голодных людей, этим людям. Пусть Аллах, Субхану и Та'Алла, облегчить им их голод, чтобы Аллах дал им еду, открыл им дорогу, и дал им победу, и уничтожил этот грязный враг. Сионисты. Уничтожит Аллах, Субхану и Та'Алла, их. О, Аллах! Сотряси земли под ногами этих иудеев, этих сионистов. О, Аллах! Уничтожь их. О, Аллах! Дай победу нашим братьям. Это ответственный месяц. Пророк, Салли Аллаху Алейху Асалам, когда начинались последние 10 дней, это можно сказать, завтра вечернего начинается, 21-ю ночь, заходил на Этикаф. И как сказал Аиша, когда заходил последние 10 дней, он туго завязывал свой ми-зар, свой пояс, и оживлял ночь, и будил свою семью. Вставайте, молитесь, читайте Коран. Это большая ответственность. Он следует за словами Аллаха, Субхану и Та'Алла, который Аллах говорит, «Я айюхал-лядзин аман, у амфусакуму ахлийкум нара». О, те, которые уверовали. Спасайте свои души и ваши семьи от огня ада. Сам это дело не хватает, будил свою семью. И в другом хадисе говорит Пророк, Салли Аллаху Алейху Асалам, «Куллукум раин, вакуллукум мас'улун ан ра'ияти». Каждый из вас является пастухом. И каждый из вас будет спрошен за свою пасту. У каждого есть ответственность. Кого-то больше, а кого-то меньше. За каждую его ответственность будет спрошен судный день. У отца ответственность за семью, у жены ответственность за дом, за имущество мужа, чтобы свою целемудрость сохранила. У рабочего ответственность, чтобы он, то, что делает работу, чтобы он делал качественно. У каждого есть ответственность перед Аллахом, Субханава Атану. И каждый из вас будет спрошен, говорит Пророк, Салли Аллаху Алейху Асалам. И самая большая ответственность раба этот месяц – воспитать духовно свою душу. Аллах в Коране говорит «Ва нафсиму, ва ма савваха, фа альхамаха, фужураха, ва такваха». Здесь. «Поистине счастливым стал тот, кто воспитал свою душу». «Кто загрязнил свою душу, он становится банкротящим». Мусульманин на месяц Рамадан воспитывает свою душу, очищает его. Если этого он не сделает, целый год тоже таким же грязным останется его душу. Тем более месяц Рамадан, месяц тренировки, месяц воспитания, месяц много благодат, месяц, который окован шайтане, открыт ворота рая, закрыт ворота ада, этот месяц обязательно должны мы воспитать себя и свою душу. Из-за этого каждый должен смотреть на свое сердце. Если там на кого-то зависть, ненависть, это надо убрать, почистить сердце. Воспитать себя трудно, но должен человек воспитать. Из-за этого братья-мусульмане. Как сказал пророк, саллиллаху алейкум, все люди идут, делают деяния, но один из этих людей, группа, освобождает свою душу от огня ада. Как? Они все идут, поклоняются, делают, эти люди освобождают себя от огня ада, другие грешат, они себя уничтожают. О мусульмане! О мусульманка! Будьте из тех людей, которые освобождают свою душу от огня ада. Все люди ответственны. Мусульмане все ответственны. И женщины, и мужчины, и все. Мы знаем, какая ответственность была. Даже жена фараона ислам приняла. И призывала их, Ислам, она не побоялась, зная, что ее убьют. Эта прихмайрша дочка фараона. И сказала, мой и твой Господь, Аллах, знаешь, за это слово она убьет. И та же Имрата Фиран, жена, Имрата Имран, мат Марьям, алейхиссалам, ее мат назру сделала, то, что в своей животе находится, она дала обет, что то, что уже в этой утробе находится ребенок, отдать на пути Аллаха, чтобы она служила для Байт-Уль-Макдис. Она ответственность себя почувствовала. И так же даже птица, даже худ-худ, удод Сулеймана, она пошла в Йемен, узнала, там люди поклоняются, они Аллаху, Субхану Ху-Та'алию, щирк делают. Она принесла эту весть, рассказала Сулейману, она свою ответственность выполнила. Из-за нее весь этот народ Ислам приняли. Каждый должен быть почувствовать ответственность, которая находится на себе. Каждый может меньше или больше помочь для Исламу. Кто-то словами, кто-то деяниями, кто-то работой, кто-то помогая мусульман, кто-то строя мечет, кто-то садака на пути Аллаха, чувствует должен мусульман ответственность. Пусть Аллах, Субхану Ху-Та'алию, каждый из нас должным образом выполнить тот ответственность, которую Аллах, Субхану Ху-Та'алию, на него положил. Дай Аллах, Субхану Ху-Та'алию, чтобы мы могли воспитать судьбой этот месяц должным образом. О, Аллах, прости наши грехи, принимай наши посты, принимай наши садака. Остался от месяца Рамадана десять дней. Месяц Рамадан улетает, и мы не успеваем. Пусть Аллах, Субхану Ху-Та'алию, даст нам эти последние десять дней должным образом провести. Эти последние десять дней, это месяцы, это последние десять дней, одна из них, одна ночь из этих десяти дней является Лай-Ля Тул-Кадр. Это тот ночь, который лучше, чем тысячи месяцев. Именно эти десять месяцев усердствуйте дуа, сужде, когда кунут делаете, махдина, когда читаете, когда урза отпускаете. Просто по дороге ходите, усердствуйте дуа, просите Аллах, Субхану Ху-Та'алию, искренне за ваших братьев в Газе, за ваших братьев, которые находятся в тюрьмах уйгури, этих грязных китайских тюрьмах, этих коммунистических тюрьмах, которые уничтожают полностью религию, полностью народ и религию, запрещают молиться, запрещают поститься, запрещают даже Коран, как это было при Советском Союзе. Делайте дуа искренне, чтобы Аллах, Субхану Ху-Та'алию, облегчил им и дал победу всем мусульманам, чтобы они могли соблюдать свою религию должным образом. Жиза кумулаху хайран, ассаламу алейкум, ва рахматуллахи, ва ракату.